всем привет дорогие друзья с вами мастерская мастерок это внутренности от аккумуляторной батарейки sony вот ее данная то есть в принципе вся линейка sony подходит друг другу даже там 50 версия 60 версия вот задняя крышечка чтобы вы понимали что ну когда я просто разобрал и скажем так что проблема всех этих батареек в разбалансировки то есть мы с вами берем мультиметр здесь у нас чтобы выдавала 72 вольта или 776 не плюйтесь я не помню в общем здесь это на 3 7 вольта каждая батарейка и собственно они последовательно подключены и собственно из-за этого тут и контроллер как бы сразу на зарядку этих двух батареек то есть видим что минус у нас общий плюс у нас раздельный замеряется одновременно у нас и балансир и зарядка сразу двух ячеек но но не суть в общем давайте замеряем сначала одну баночку 2 92 и теперь вторую баночку 1 25 вот видим но проблема этих всех балансиров в том что когда энной процент идет у нас в разбалансировки аккумуляторов то есть балансир не дотягивает он заряжает первую батарейку а вторую батарейку собственно не заряжает мог такой каламбур собственно что я предлагаю первый вариант сейчас мы естественно попробуем изначально самым дешманским самым этим зарядить сначала одну таким образом потом поменять зарядить вторую и в принципе у нас должно все получиться если не получится что я предлагаю я предлагаю оставить период собственно так зачем нам нужен период из-за вот этих вот защелок что наставлялась на в камеру вставлялась и заменить 14500 если не изменит память называются батарейки они чуть чуть длиннее они по ширине такие же они идут формата 2а то есть стандарта пальчиковых батареек но на 3 7 вольта тоже в общем в этом случае если у нас не получится сейчас восстановить с помощью зарядного устройства эти батарейки поднять то мы их просто заменим чего добру пропадать и кстати 125 тоже в большом разряде аккумулятор то есть может даже срабатывать защита от переразряда на аккумуляторе и из-за этого может даже не заряжаться аккумулятор или показывать что заряжается в общем давайте сейчас проверять теорию сейчас поставлю все на зарядку подзарядим и продолжим и вот так вот у нас оно заряжается сначала на одной стороне будет заряжаться потом на второй стороне но это специально для тех кто думает что у меня все подстроено итак ребятки зарядил я обе батарейки дал где-то часики и постоять чтобы посмотреть заберет она в себя что-то или нет и давайте посмотрим здесь 4.11 в принципе нормально мы знаем что до 4.12 заряжает батарейка и здесь 4.10 4.9 в принципе скорее всего вот это у нас было в износе и ну как в износе не в износе неправильно выразился эта батарейка у нас была сильно разряжена при такой разрядке она необратимо теряет емкость любой литий-ионный аккумулятор при сильном разряде теряет свою емкость то есть помните это ну и собственно она нас полностью теперь заряжена там одна десятая одна сотая вольта даже не имеет никакого особого значения теперь главное проверить плотность батареек в миллиамперах чтобы она работала камера долго собственно теперь это все дело собирается я здесь капну просто пару капелек клея и все будет хорошо и так ребятки котятки как говорил александр это его инфо собственно протестировал нам повезло с вами вот так вот выглядит здесь наша камера буквально три капнул капнул собственно нормально держит уже записывал уже даже параллельно снял ролик естественно они вместе ну не получится их но все же собственно все работает все классно держит камера следовательно у нас была проблема в переразряде одной из батареек который мы с вами устранили путем зарядки обычной самодешманской зарядкой ну универсальной самодешманской зарядкой устранили это зарядили одну вторую батарейку дальше обязательно после батарейки пропущенный шаг который я вам не показал это надо подключить зарядное устройство чтобы включить контроллер то есть загорается лампочка у нас зарядки наша и собственно ждем буквально минутку а лучше всего подождать уже до полной зарядки пока лампочка погаснет и дальше можем пользоваться смотрите то есть если вы вот так вот все сделали как я и у вас камера держит нормально я напоминаю что нормально для этих камер где-то около часа может быть 50 минут не для камер для батареек ну для камер для батареек потому что потребление тут выше чем на современных камерах то собственно вам повезло все классно вы все сделали правильно вы молодцы если вдруг у вас камера перестает держать выключается там через 10-15 минут значит в принципе здесь есть два варианта первый можно повторить зарядку по отдельности то есть полностью разрядить зарядить зарядить разрядить так цикла 3-4 подряд если после этого улучшения никаких не будет значит емкость батареек не вернулась и значит просто мы с вами эту крышку можно убирать или здесь делать прорези и 14500 я точно поставлю ссылочку в описании даже на батарейки на нужное и мы с вами перепаиваем здесь просто вырезаем дырочки я бы так делал если бы надо было вставляем 14500 которая там на сантиметр длиннее точно так же все с полярностями ставим и все и закрываем и дешевый способ восстановить нашу камеру но в данном случае вообще самый дешевый способ так как так как так как у нас проблема была только в перезаряде в емкость батарейка не потеряла если потеряла то не сильно собственно пользуйтесь камерами камеры классные есть вот такие вот вы увидите в следующем видео в мемористике или в предыдущем видео в общем ссылочка будет в описании а я прощаюсь с вами ребят всем спасибо всем пока смотрим описание и при покупках на алиэкспресс обязательно ребят экономим ссылочка на кэшбэк епн будет тоже в описании экономьте реально потому что потому что это здорово потому что можно с одной батарейки доллар два сэкономить ну вот с такой батарейки оригинальный а там со спортивного костюма там все пять десять долларов в общем такие дела народ всем пока